В Магнитогорске подразделение ГАИ организовано 25 декабря 1936 года постановлением Магнитогорского городского совета об организации отдельного взвода по регулированию уличного движения. 25 человек содержались за счет местного бюджета и входили в состав Магнитогорского управления милиции. В 1930-х годах сотрудник ГАИ был вооружен только милицейским свистком и полосатым жезлом. Сегодня сотрудник ГИБДД имеет средства надежной связи и современные автомобили. Сегодня Госавтоинспекция Магнитогорска – это крупнейшее подразделение полиции. В этом году Госавтоинспекция России отмечает 83-ю годовщину со дня своего образования. Магнитогорского правилам История госавтоинспекции – это часть истории нашей страны. В ней отражен каждый день и каждый час беспокойной работы сотрудников с честью выполняющих свой профессиональный долг. Субтитры создавал DimaTorzok Безопасность дорожного движения Борьба с нарушителями Помощь водителям, пассажирам, пешеходам – это трудная, опасная и вместе с тем нужная работа. Субтитры создавал DimaTorzok Безопасность дорожного движения У ГИБДД Магнитогорска богатая история. Имена таких руководителей, как Владимир Петрович Баканов, Геннадий Яковлевич Алябев, Леонид Владимирович Селицов, известны не только в регионе, но и в стране. Ветераны госавтоинспекции «Магнитки» стояли у истоков становления подразделения. Взрастили сотрудников, которые достойно выполняют возложенные на них задачи не только в повседневной работе, но и с честью выполняют служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. Основная работа по предупреждению и пресечению правонарушений проходит в родной «Магнитке». Помимо карательных мер, основное внимание уделяется профилактической деятельности, особенно среди несовершеннолетних. Формы и методы работы самые разнообразные. Формы и методы «Магнитки» Формы и методы «Магнитки» Формы и методы «Магнитки» Сегодня подразделение госавтоинспекции в городе Магнитогорске возглавляет подполковник полиции Александр Бабенков, который считает, что в обверенном ему подразделении несут службу высококвалифицированные сотрудники, для которых главной целью является не выявление нарушений ПДД, а прежде всего предупреждение аварийных ситуаций и организация безопасного и безаварийного движения. Эффективное решение стоящих перед госавтоинспекцией задач – тысячи спасенных жизней. Есть профессии, которые выбирают по зову сердца жизненные позиции и призвания. Именно к таким относится служба в госавтоинспекции, требующая высочайшей ответственности, мужества, полной самоотдачи, беззаветной верности и присяги. На протяжении многих лет госавтоинспекция решает сложные и многоплановые задачи по обеспечению дорожной безопасности и правопорядка. Их эффективное решение – это тысячи спасенных жизней. В рядах госавтоинспекции во все времена были и остаются люди всецело преданные службе, которые многие граждане обязаны здоровьем, уверенностью в завтрашнем дне, а иногда и жизнью. Особые слова благодарности хотелось бы выразить ветеранам ГИБДД. Примите слова глубокой признательности за годы добросовестной и самоотверженной службы, трудолюбия и достоинства, за стремление быть полезными в службе и обществе, за вашу жизненную мудрость и богатый профессиональный опыт. Дорогие коллеги, желаю вам, вашим родным и близким, здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и безопасных дорог на жизненном пути.